Мираж Мираж Третий решающий Будет ли французское дерби Возможно Все возможно Посмотрим, что будет дальше По ножовщинам Раньше ЛГБ всегда выигрывали ножи на предыдущих двух картах, но здесь походу им такой радости уже не видеть Да, Миллениум отжимают ножевой раунд, выбирают сторону, ну и наверное на карте Мираж это очень большой плюс Все-таки прописывают свитч, конечно, начинают в дефензе, ну и ждем уже боевых рестартов и начало пистолетного раунда Пока формап, конечно, напомню вам то, что первая карта, а именно кэш, пик ЛГБ забрали Миллениум со счетом 16-13 Уже на DAS 2 все-таки французы свой пик отжать не смогли и там был ответ от норвежек со счетом 16-14 То есть минимальный отрыв, по сути, это очень хороший знак, КС должен быть плотным, жарким, а главное интересным Ну вот на секунду уже были мысли о том, что будут у нас допы, будут овертаймы, но не случилось это, ЛГБ все-таки отжали два подряд и выиграли Выиграли, выиграли DAS и сейчас, сейчас момент истины, интрига соблюдается, самое главное, что мне нравится и самое интересное в спорте, в принципе, в киберспорте, это интрига Вот, когда ты не знаешь, вот встречаются команды, да, там встречается Na'Vi с кем-то там, да, с Tier 2, ты знаешь, что выиграют Na'Vi, а тут встречаются две команды, которых ты до этого вообще, в принципе, нигде не видел Ты не можешь ставить конкретные ставки и вот эта интрига, этот красивый КС, который нам показывают красивые девушки, это очень важно Действительно, так оно и есть, ждем, ну, игры не хуже, чем ту, которую мы видели на предыдущих двух картах и надеемся на крайне зрелищный перформанс от команд Хочу в который раз обратить внимание на то, что женский менталитет подразумевает малое количество армонов и большое количество гранат Я не знаю, возможно, они рассчитывают, что это аксессуары такие и закупают их, но действительно, если сравнивать с мужским КСом, здесь раскидки покупаются значительно больше Ну вот уже полетели дымы, начинается фаз, врыв, причем моментально занимают точки, но это фейк, вот что самое интересное, это фейк, который, ну, можно было так и раунд взять на самом деле А вот теперь начинаются проблемы, Хейтс в перестрелке все-таки справляется против Митсу, а Хлопа никуда не уходила Вот ведь незадача, Ирэн на приеме должна оформлять хотя бы один минус Юми О, там Кэрис, Юми уже нормально настреляли, в большинстве остаются, в реальном большинстве остается Миллениум ЛКС продолжает удивлять нас своим АИБом, делает два фрага И все-таки Ирэн останавливает ее и пистолетка за Миллениум, подбирает еще и ТЭК девятый там Ну вот, странный раунд, вот действительно странный, сами себя переиграли, RGB, как по мне, вот этот вот фейк на пистолетке, но было мало шансов, что он будет рабочим Я вижу Бизон Но с армором Но с армором, так неинтересно Это не тот КС, которого мы ждали Я не это хотел смотреть, смотрим, на самом деле Форс, бомбу не ставили, ТЭКи, Дюгл, П-250, ну и конечно арморщики с раскидкой есть на руках у игроков Атаки, которые на этот раз готовят крайне простой, ну и весьма читаемый врыв под базу Б, но не значит, что он не рабочий Хотя там у Ирэн Молотов, она вроде как под Б играет, поэтому может всю эту движуху остановить очень быстро Ну вот и вот, этот Молотов сейчас ложится, ложится Молотов, влажно, влажно, влажно Да, влажно, фармган Молотов там упал слишком поздно, но тут подключаются уже Кейли и Рэн, делают минусы, но в принципе даже с разменами все это происходит И плюс-минус точку занять получилось, можно даже бомбу попытаться поставить, но нет Юми не отпускает, хотя есть еще жива Хеджик, которая борется против двоих оппоненток Он не чувствует спину и в итоге погибает от Митсу Ну нормально, но фармили, здесь три фрага было с фармганом, денег достаточно сейчас у Миллениум для того, чтобы сделать полноценный бай Но покупают фамасики А вот ЛГБ, в свою очередь, уже предстоит делать фул экономический раунд Два раунда в подряд у них не получалось ставить бомбу И это, конечно, проблема для всего норвежского коллектива Для всего норвежского киберспан Народа Ну вот так вот, оппон фраг с Хаи, залетает от Кла Ну посыпались, 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 посыпались сделать быстрый выход под А, но у них это не получилось Тяжет фаера, не зайдешь ты никуда, Юми делают еще один фраг И последняя здесь Хейс, которая тоже падает от Митсу Ну просто, просто приняли эту точку без каких-либо проблем сейчас Ну очень сильно повезло сейчас, францужинкам, как по мне, просто кинули гранаты в тайминг И так получилось, что на эти гранаты наступили все И тут они поняли, опа, так там какой-то экшен намечается Отбросили уже молотов, ну и на изи приняли оставшихся выходящих игроков атаки Но сейчас такого изи не будет, сейчас девайсный раунд На карте ДАС-2 ЛГБ играли архи медленно Посмотрим, будет ли здесь соблюдаться такая же тенденция Ой, какая хорошая Хаи от Йоми сейчас залетела Дальше пытается стреляться с авопатом в Миде Хочет нарандомить, но не получается попасть в ней Пока мы в своих оппонентах, Мидл активно занимается игроками ЛГБ Ну и в принципе можно хороший сплит через коннектор организовать С такими таковочками почему бы и нет Там, кстати, я помню, какие-то обновления появились на Мираже Небольшие, незначительные, с последним С последней обновой этого Львов То есть ты Мираж не видел, Мираж не заметил Нюк видел, Оверпасс видел Не, Кобл, Кобл Кобл, да Здесь больше баг-фикс и фиксов текстур были Ничего глобального типа добавленных лестниц тут нету Ну в принципе зачем, карта, как по мне, сбалансирована практически идеально Полностью, да, полностью с тобой согласен Ну вот Йоми, open frag, есть уже Митсу Пять и точки, но Митсу справляется в этой ситуации, чувствует спину Ну и два в четыре Тридцать пять секунд времени остается буквально у игроков ЛГБ А точек, позиций для выхода вообще ничего у них толком и нету Хотя Йоми крайне несовременно выпрыгивает Да, отпускает сейчас атаку, атака заходит, Йоми Погибает, теперь уже вся надежда именно на Митсу Но бомбы поставить уже по ходу дела отдают ЛГБ, ну зря, вот это вот хитро-мудро фейкуют И рискуют сейчас погибнуть Хорошая флешка, вот такую можно врываться, но слишком поздно Здесь все отыграть Мэзи, погибает наряду вместе с Ким И это все-таки четвертый для Милени Да, ну и плент не успели поставить ЛГБ, не получилось у них это сделать Тоже большой минус для них Ну, могли бы денежек подзаработать, но в итоге вот так вот В итоге первые девайсы отжать не получаются Остается рассчитывать на второй Сейчас, конечно, предстоит сыграть Эко Представителям норвежского Counter-Strike Посмотрим, пока что явно читаемый выход на аппоинт Но здесь уже пытаются наверняка поставить пакет Но под флешку будут выходить Раскид неплохой Там еще сплит есть сейчас с ковров Могли себе позволить раскидочку за счет этого Выход более-менее неплохо Митсу дважды получает по голове, но отвечает еще двумя головами А вот класс, здесь уже начекать не смогли Но как-то стрельба была не очень уверенной От Клары, но так или иначе ЛКС остается в соло И даже в такой ситуации ничего сделать не вышло Это 5-0 Да, это был форс Такой минимальный Не, не форс, там до двух закупились Да, там теки какие-то были Ну, минимальный пистолет там взяли ЛГБ Но вот сейчас, наверное, первый полностью девайсный раунд Или второй уже? Второй Второй, третий был еще, да? Да, все правильно Все по дефолтику Второй девайсный раунд И ЛГБ сейчас нужно задуматься Что же делать? Пока Келли уже придумала себе развлечение Прожала мидл Правда, минус сделать не получилось Юми также свою жертву найти не смогла Ну и вот Хорошая попытка агрессивной игры Но вот ни к чему в итоге Интересному оно не привело Пока все стандартно происходит ЛГБ опять-таки занимают мидл Ключевые точки Готовятся к выходу на бэпоинт Если верить Бомб керри Ну и пока что Кла Которая просто прожимает уже до респаун Говорит, девчонки, вы держите А я насобираю урожай Но, увы, девчонки не держат Ким Делает еще один фраг Минус И Рен пытается отстреливать Кого-то, молодец Здесь есть уже Хэрс же Она делает Минус Рен Не сразу поверила своим глазам Но Два минуса оформить уже смогла Все еще в меньшинстве Француженки находятся Позиции у них, если честно, не очень Но при этом Судя по всему, будут пытаться На хелсбара как бы не очень Пошел буст Юми попытается кого-то найти Интересная идея В принципе, может тут где-то иначе Который видела Но Правмах Который явно и не двузначно намекает Пора уходить на сейв Да, пора сейвить девайсы Потому что шансов там Что-то нарешать очень мало Но в итоге Первый раунд Свою копилку забирает ЛГБ 5-1 счет Ну Хороший начал от Миллениум Тут уже задавили Задавили С выходом на Б В принципе Пока что все начинается Достаточно равносильно И любопытно Весьма часто Именно со второго раунда Девайсного Начинается весь экшен Поэтому ЛГБ Пока ничего не потеряли Отпустили только 5 раундов Напомню, что подобная ситуация Была на карте кэш Только там Уже ЛГБ Будучи в дефензе Взяли на старте 5 раундов А потом пропустили Стрик из 7 Да Но посмотрим Смогут ли сейчас ЛГБ сделать Зеркальный Зеркальный Противостояние Другой карте И взять 7 кряду Пока Агрессия На ранних таймингах Несвойственная Для ЛГБ Но при этом Рабочая Также и Миллениум Пытались поджать Но у них Ну на такой сцене Не получилось Ох, как нужен был этот минус Сейчас Но Минсу Увы Его сделать не смогла Но в атаке Выводит ситуацию В равный счет 3-3 А есть На АВП Файер залетает На дефолт И вот Хейс Нужно уходить Уже оттуда Ну вот Позиция Ким Убер Несчитаемая Здесь была Но почему-то Келли с ней Все равно справляется Тем самым Оставляет игроков Атаки в меньшинстве Хейджи В соло Против двоих Но там есть раскидка Только флешка 1 на 1 Келли Против Хейджи Там МВП Можно дефьюзить Можно дефьюзить Это понимает Игрок дефенза Просто садится Дефить Ну и получится Нет Нет Погибает Все-таки Хейджи Забирает Ну Было понимание Где находится Пленд Пленд стоял под яму Ну С АВП там Не убить Это было бы сложно Наверное Просто проще Было бы скалаша Положить На спрее Но так тоже Вполне Было По-рабочему Раунд взят Это главное ЛГБ Ну оформляют Небольшой уже Стрик из двух Который по идее Должны закрепить И третьим раундом тоже Так как у Миллениум Деньги заканчиваются Пытаются Юми Начекать Кого-то в медле На нее никто не идет Интересно Что ЛГБ Очень четко понимают Действия своих оппонентов Возможные Понимая экономическую Составляющую Ждали аркады Аркады нету Ну и уже на среднем Тайминге Будут пытаться Как-то действовать Поаккуратнее Ну Пока Крыши Карты Мираж Келли Выходит Сейчас Могла давать Хэтшот У нее это пока Не получилось В итоге Настреляла Двоих Там Тайминг был шикарный Но вот Реализация Увы Получилась Никудышней Пока Без жестких интриг Миссу Только погибает Бомба Перестраивается По ходу дела Ну и Игроки Атаки думают Куда идти Чтобы не напороться На укрепление Которого Кстати Как такового Нету Ну вот Вроде Понимают Что сейчас Экараунд Но играет Просто крайне Крайне Осторожно Не рискуют Не выходят Куда-то Неоправданно Ну и В итоге Пока В большинстве Продолжает ЛГП Выходит На незащищенную Точку Б Там Только Кухонный Дуэт Который Ну По идее Тоже Мало чего Настрелять Здесь И сможет Стрельба В стиле Скрима По Келли Приносит Свои плоды Ква Проходит Через Шорт Ну и все Юми тут По идее Из кухни Вылазить Не должна Ты чувствуешь Да Нарастающий Каламбур Нарастающий Каламбур Шоточек Просто Да Здесь конечно Ким дает Четко понять Кому здесь Место на кухне 5-3 Счет Хороший Прием Ну и Теперь Девайсный От Миллениум В принципе Здесь На карту Ставится Сразу 2 раунда Для француженок Потому что Если проигрывают Они буквально Гарантируют Своим оппоненткам Временную ничью Конечно Это нежелательный Показатель Потому что Старт был Хороший А вот Довести дела До победного Конца Не получается Пока что Хейджи Хороший Энтрикил Получше Была Респа Да Быстрее Заняла На точку И в итоге Берет Берет Первенство Над снайпером Командой Миллениум И опять-таки В большинстве Продолжают ЛГБ Есть у них Хорошие шансы Взять этот раунд Правда Вот куда они пойдут В итоге Пойдут в Б Вот вообще Пока что Против ЛГБ Играть Мидл Не вариант Какое-то Такое ощущение Что Миллениум Надо вообще Пассивно Тут действовать Потому что Боги Мидла Стандартно ЛГБ Богини Мидла Стандартно Занимают Мидл Очень жестко Агрессивно Втроем Ну и Перестрелять Их очень трудно Надо либо Ответную агрессию Пытаться демонстрировать Там в Тридула Либо Вот так вот Снайпера Просто не выпускать Ну в итоге Заняли Коннектор Заняли Джангл Ну и Точки приема Такие себе Конечно Под Пелосом Ну и просто В КТ Ждут бомбу Ну отрезали Отрезали КТ там Да Ждут бомбу Понятное дело Чтобы получить Полную информацию А бомба-то На Триспе Только начинает Перетягиваться Сейчас в Аплэнт Ау Это было больно Наверное Погибает Кейли Погибает Ниц Открытие Отклад тоже Ничего хорошего Для нее не приносит Ирен последняя Но тоже долго Она воздухом Подышать не смогла 5-4 Ну и вот О чем ты говорил Денег у Миллениум Сейчас нет В итоге Будут сранивать Сейчас ЛГБ Только какое-то чудо Поможет Миллениум Сейчас выиграть Этот раунд Ничего Они не покупают Себя Ну только П-250 Сейчас Битсу взяла Ну вот Пока чудес В принципе На всем этом Противостоянии Не было В итоге Я так ни единого Клача Не вспомню Если честно Были жаркие моменты Но до Клача И там До взятия Эйка Не доходило Пока агрессия В медле Весьма ожидаемая Но при этом С переменными успехами С ней справляются ЛГБ И хеджи Получают много дэмэджа Но ее все-таки Отпускают И дальше Уже игроки Атаки Отходят назад Понимая То что На Аплэнте Никого нету Да Заняли точку А уже С коннектора Там Мэтью Ждет своих оппоненток Но Вот так Вот она их дождалась Отличных Два фрага Минус Кейли И в итоге Счет равный 5-5 Ну изи Временная ничья Все больше Вероятность Зеркального счета Карте кэш Ну и Давайте Посмотрим В первую очередь Конечно на деньги И там все снова На один бай От француженок А ЛГБ За счет того Что практически Не погибают Нарабатывать себе Лютую экономику Которой Им хватит На очень Долгий Промежуток Времени Пока Пока просто Будут играть Снова от халда 2-2-1 В атаке Ну и ждут В первую очередь Агрессивных действий Именно От Миллениум Те пока Никакой инициативы Не дают Хотя возможно Как развеется Смоук Клапа пытается Все таки ворваться Под флешечку Но пока Не факт Но выходит Тут еще и Игрок с андеграунда Будут Сплитовать Мидл С Мидла Выходит Через коннектор Афленд Минус Кла Но Наверное Будет Перешаться Сейчас Защита Господи Сколько На моей памяти Клап погибала Пытаясь выйти в дым Я не знаю Каждый раз И всех Когда она пыталась Реализовать Подобную задумку Причем В сити Все В сити Но есть Минус От Мидсу И вот Кстати Мало По калсбарам Да что у тех Что у тех Ситуация Примерно идентичная Но вот Проблема в том Что уже погибает Юми И Рен пытается Действовать Через джангл Ее пропускают Увидел Но Алло Действовать Ох Не Слушеный Кок стоял Но Забоялась Сразу действовать В итоге 5-6 По пользу ЛГБ Да Не так Своими достижениями Как ошибками Все таки ЛГБ Отжимают Этот раунд И провоцирует Миллениум Взять паузу Тактическую Наверное Все таки Потому что Вот Опыт Карты Кэш Подкидывает Нам мысль О том Что по ходу Дева Опять таки Стрик С 7 раундов От ЛГБ Оформлен будет Да Вполне возможно Но здесь Стрик Еще более Уверенный Посмотри На экономику Такого Результата Миллениум На кэше Добиться Не могли А здесь Уже больше 10 тысяч У троих игроков Даже больше 11 И это показатель Который позволит им Баяться Уже до победного конца Такого допускать Было нельзя И Миллениум Оказывается В крайне неприятной Для себя ситуации На решающей карте В этой Бест оф Три противостояния Ну Tactical Paus Много что решает Посмотрим Как там Ким Коач Что он им скажет Миллениум Как раз таки Тренер есть Орка Является Этот же человек И ингейм Лидером В команде Поэтому Ну С координацией Все должно быть в порядке Пока не скажу Что что-то Мега гениальное Мы видели Вот На месте Того же тренера Я каждый раз Кричал На Клару Которая пытается Выходить в дым Излишне часто Ну и пока что В принципе Ничего такого Сверх Неординарного Мы не видели Анпауз Прописывают уже Игроки Миллениум Ждем Тех же действий От ЛГБ Ну и возвращаемся На карту Мираж 5-6 Счет Минимальный отрыв И кстати Валевуха От Миллениум Те закупаются Но там Фамас И арморы Там у кого-то 5-7 Он даже может быть Ну Лайв Ждем Конечно Уже Экшена На карте Мираж Да Поехали дальше Получится ли ЛГБ Сейчас сделать Этот стрик Или же Миллениум Отожмут Шестой раунд Для себя И выравнивают Счет Тоже интересно Взяли они Валевуху Но Бай Конечно Выглядит Весьма Сомнительно Знаешь На пистолетных Раундах В среднем Миллениум Берут больше Китов Чем они Сейчас Взяли На этот Раунд И при этом Раскидка Тоже Такая Себе И в принципе Могут быть Трудности Если ЛГБ Попытаются Играть На поздних Стадиях Раунда Доводить Дело До Ретейка Было бы Нежелательно Сейчас Для Миллениум Какой Красивый Кадр У нас Получается Но Пока Ничего Хеджи Найти Не смогу Она Понимает Что происходит Но при этом Отжигает Под Пелосом Здесь На выпаде Это Можно Было бы Убивать Кла Готово Ой Размен Кла Но Запоздал И все Могла Вообще Спасти Тиммейта Но В итоге Не Получилось Ну Ну как там Спасти Тиммейта Там Сложно Когда Сова Позалетает Тебе В голову Не Ну Звук Челчка Прицела Она Слышала 100% Ну И как бы Рассчитывая Что с прицелом Смотрят Угол На стрейфе Выходящем Спиной К Делпану Это Ну Надо Быть Большим Оптимистом Ну А выход В Б Сейчас Будет От Л Жб Как Прикалась Просто Ирен Машину Вмяли Ирен Сейчас Келли Пытается Противостоять Хоть как-то У нее Это неплохо Получалось Но вот Ким Перестрелять Все-таки Не вышло Юми Играет Шарта Клана Кухня Ну и Кстати Свой минус Уже Находит Есть Второй Последний Последний Игрок Коврах А там Молотов Очень коварно Действует На киты Есть Молотов Прилетает Туда Как раз Ох Игри Сейчас Творится На этой карте Отбрасывает Хэшку Хорошую Ох Сколько Дэмэджа На одном Только Раскиде Сейчас Делает Игрок ЛГБ Но увы Тут уже Дефюз Он так Происходил Все это Время Мэти Ну отдает Этот раунд За счет Как раз Таки Грамотного Тимплея В Миллениум Но не будет Стрека Семи раундов Не повторяется У нас Сейчас Кэш В итоге Миллениум Выводит Счет На равный Да Но вот Экономика Опять-таки Плачевная Бай Чуточку Лучше Да Меньше Кальтов Но хоть Есть Раскидка И киты Это уже Обнадеживает И кстати Мне кажется Это правильное Решение Пенебрегать Мкой В пользу Хорошего Раскида Или дефюз Китов Если честно По мне Это правильно Ну Давай смотреть Как оно Залетит Или не Залетит У Французских Игроков Пока Наблюдаем Интересно Кстати Подметил Для себя То что Ким Не брезгует Покупать Тэг Несмотря на то Что является Рифлером Она все-таки Эти Небольшие Деньги Но тратит Какая хорошая Позиция Но ее ЛКС Чекает За счет Кстати Молотова Который Лежал чуть дальше Иначе Попробежали Не заметили Но Там флэша Была Была флэша По Иран Если бы она Не была флэшон Она могла делать свои фраги Здесь Минус пыталась убить Хейс Но Хейс Говорит Ну нет Заберу я тебя Не ты меня И в итоге Клащ Вот этот хэдшот Три в четыре ситуация Кухня отрезали фаерами И вот Смогут Кухня горит Кухня горит Хейс Хороший выбор Первый есть Второй минус делать не получается Кэлли разменивает Вторую Уже не получается сделать минус Ну и В целом ЛЖБ неплохо Защищает Установленный пакет И выходит вперед Что немаловажно Причем Судя по ситуации Они уже и первую половину Под себя подожмут тоже 8-6 Скорее всего Стоит ожидать счета Причем Экономики нормально Миллениум не будет Даже на последний раунд Смотрим Ну да Полностью согласен Цифры говорят Сами все о себе Ну и в итоге После паузы Миллениум смогли отжать Только один раунд Только один Ну и более ничего хорошего От них мы Увы Пока что не видели Ну Седьмой Сложный будет взять Да Денег не будет Но попытаться стоит Сыграть какой-то Форс Потому что Ирен не отчаивает Ирен дальше там стоит Занимает вот эту Свою точку И ты знаешь Когда играешь там На калибровке Против сильверов Каких-то можно там Занимать этот угол Зевсом А здесь Ну мне кажется Не сработает Посмотрим Может быть Я и не прав Хеджит Ой-ой-ой-ой-ой А хеджит А погибает Но тут По страховой тиммейте Конечно И все еще В плюсе Находится Олджи Би Но 4 в 2 Уже ситуация Понятное дело Что что-то вытащить С этого раунда Миллениум Уже не получится Максимум Какой-то фраг Понайти рандомный Но у Ирона Этого не получается И в итоге 8-6 Последний раунд Первой половины Посмотрим Чем же она закончится Есть 4 Фомаса Будет ли 5-й сейчас Или Да Есть 5 Фомаса Фомас гейминг Восполнении Миллениум Но нужно Нужно тащить Нужно брать А вот у ЛДжи Би Там Что по раскиду Что по закупу Просто все идеально Да нет Ну за счет Огромнейшего стрика И минимума потерь Вообще никаких проблем В экономике не ощущали На протяжении всей карты Это безусловно Плюс Когда есть настолько Сильная экономика Которую Миллениум Поломать были Не в состоянии В итоге Придется играть С тем Что имеется Против полного фарша Ну Все конечно К тому Чтобы ЛДжи Би Забирали девятку Если конечно Не наделают ошибок Посмотрим Юмим Пытаются чекать Через коннектор Никого там не находит Ой-ой-ой Не Ну подруга У тебя бока торчат Я думаю Это было бы обидно Но Митцу делает Ответочку Сразу же Кла тоже убивает Там неплохо ЛКС Но Ответ От ЛДжи Би Не заставил себя ждать Остается Одна Ирэн Которая тоже падает Сейчас от Хеджи Снайпер Рабатывает Просто отлично И первая половина Заканчивается 9-6 Пользу команды ЛДжи Би В итоге Хороший Очень хороший Счет для себя Оформляют Игроки Из команды ЛДжи Би 9 раундов За атаку Этого Более чем Достаточно Для комфортной Игры во второй половине Уже Рэдди Пишет Митцу Ждем тех же действий От ЛДжи Би Ну и Опять таки Подобная ситуация Как и на Дасте Пистолетка очень нужна Для оформления Ну Хоть и небольшого Но камбэка Пошел обратный отсчет 5 секунд До старта Пожелаем удачи Командам Надеемся На красивый КС Во второй половине Ну и конечно Давайте наблюдать За пистолеткой Миллион раскида Будет наверное Опять Хотя кто их знает Может все таки Решат армор Вот 3 армора Уже залетает От Миллениум Сейчас Ну это уже больше Чем раньше Это больше чем 2 Уже согласен 3 больше 2 Топ аналитика Калькулейтед Что еще скажешь Ну вот готовить выход Под А сейчас Миллениум Им нужно брать Эту пистолетку Это очень важная Для них пистолетка Ну в принципе За счет таки Смаков Которые Кладутся Удачно Посмотри Как раз Отрезали Мэти Которая Уже ничего Сделать не сможет Вопрос только в том Что надо будет Продавить Дельфан Для которого Дыма Как раз таки Не хватило Ким Ким На отходе Забирает Уже Юми Пытается бороться Дальше Отходит Назад Надо ее Продавливать Игрокам Атаки С чем они Справляются Ирен делает Этот минус Но и отходит Немного назад 4 в 4 На ретейке Хэнжи Уже играть Лжи Так Ну пытается Жить Тут опять таки Продавленный КТ Это 50% Успеха В этом раунде Ну и звено Основное Дефенза Будет открываться Через Коннектор Первый раунд Сделать Второй фраг И Мэти Давай Мы в тебя верим А там Ниндзя Дефьюз Был Ну нет Походу Дело Не позволяет Сделать Ниндзя И пистолет Миллениум Отжимают У своих Оппонентов И Походу Легких Каток Сегодня Не будет Вообще Да 9-7 Счет Отлично Начинает Вторую половину Миллениум Берет Пистолетку Ну и Форс Бает Лжи Вот это Жестко 5 фраганов Просто Куча Узишек Последний раз Такое видел На иракском Рынке Когда туда Заезжал Ой-ой-ой-ой Что Подошивало Только что Мэти Оставила И рейнз 14 хп Вот это Жесть Тут еще и ЦЗХ Есть ЦЗХ На Лонг Рендж Это Оптимальное Решение Если ты Хочешь Слить Мидл Лучшего Варианта Чем отправить Мидл Нет Мидл В итоге Не попали Ни разу По хенджи Мэти Коннектор Блотки Кэх Кэлли А что они делают Они в Б Хотят уйти Или что Ну вот Какие-то Сложные Подсадка Смотри Подсадка Вот ЦЗХ Мидл Над которой Мы так Стебались Она все-таки Залетает Причем Не факт Что только На один Минус Ну как Так Просто Самые Абсурдные Действия Заходят Лучше Всего В итоге В меньшинстве Находится Миллениум Более того Ирен Битая А там Форс А у них Фармганы Против Хэви Арморов И жестких Пистолетов Все Неоднозначно Ирен Уже Погибает Но Ирен Было Малых Хитпоинтов А Мэтью Юми Делает Фраг Все-таки Мэтью Должны Читать Или же Они Пойдут В Б Плэнт Но Плэнт Стягивается В Мидл Юми Сейчас Б Коннектор Не Прощекать Мэтью Два Минуса Ой Изи Изи Форс Первый Форс Который Залетает В этом Б Став Три Противостоянии Отжимают Л Джи Би Хорошие Вот так Друзья Ну че Как на фармиле На фармиле Да На фармиле Экараунд Сейчас себе Игроки Команды Миллениум Ну и Тот Они делают Какую-то Закупку Там Отстрел Мидсу 1250 Че-то Странно По деньгам 105 флешек И дым И это Rush B Don't stop Кричат Молотов Хороший Но при этом Дымом его тушат В свое время Или не тушат Погоди Тут на приемочке Ну нет проблем никаких Абсолютно У дефенза Походу дело Только одна потеря И будет Хотя Мидсу Фамос находит Но вот Ее Должны Перестреливать Аблон-то Поставили Непонятно Как Но все-таки Пакет дали Установить Но минимум Минимум Сделали Сейчас На этой был расчет Именно на установку Планта Она сработала Ну и Понятное дело Что у Живи забирают Одиннадцатый раунд Но вот Поставить пакет Они не должны были дать За счет этого Более-менее Неплохой бай Получается Все на калашах Раскидка Тоже достойная Но вот Не было бомбы Были бы проблемы Там Минус 800 Всем И все И уже были бы Галилы Да Было бы Мечально Ладно 7-11 19-й раунд У нас на экранах Миллениум Попытается Сделать Сейчас выход Под Биплэнд Через Ковры Но там В мидл Халдят Все-таки Халдят Не будет быстро Вот Бало у нас Быстрых выходов Было в исполнении Команд Сегодня В андеграунд Спускается Митсу Вместе с Келли Не особо Агрессивно Играют Что те Что другие В тех же Тим Сикрет 4 агрессивных Игрока Сразу Но здесь Как-то Все больше На пассиве Действуют Таких Жестких Врывов Что тех Что других Мы действительно Не видели Да Ну и За счет этого Ну немного Вяленько Если часто Смотрится С учет Именно таких Медленных Действий Но пока Все конечно От халда Идет Все халдят Все боятся Все понимают Что это Очень важные Раунды Сейчас Особенно Для Миллениум У которых Денег В принципе Нет Уже Одно Ле Не закупились Юми Коннектор И Рен Делает Опен Фраг В этом раунде Хотел сказать В этой встрече Ну поздновато Да Поздно Я проснулся Чет Ну кстати Вот Тут то еще Два игрока Защиты И Ким Вот она Агрессия Которая Работает Ким Забирает И Рен Теперь задача Принять Коннектор Опять же Хорошая точка Первый минус Есть Дальше моментальный Размен от Юми Еще и Ким Умудрилась Прихватить Друг другу мешают Но подгорели Сейчас Девчонки Подгорели Ох Эффектно Красиво Я побежала Называется Я побежала Не пора Я побежала Бомба Будет ставиться Под Яну Выбивание будет Сити Сейчас Келли Делает свой фраг Ее сразу же Убивают И Хейс Одна остается Одна в два По холлсбарам Очень мало Процентов У Миллениум Можно продавливать Сейчас Попытается Хейс Действовать Но должна быть Инфа о том Что битые Оппоненты Давайте смотреть Шоу Бенни Хила Кто кого перехитрит Ну и походу Нет Перехитрили Все таки Бедную И наивную Хейс Которая Просто Уходит И этого И сделать не позволяет Или не уходит Ты не уйдешь Ну и 8-11 Приближается Все таки Миллениум К тому Чтобы сделать ничью Временную ничью Ой Ну пока Долго приближаются Пока Так-то Можно говорить Завзятый девятый Но там Еще один девайс Медленно Но уверенно Будем надеяться Будем надеяться И пока Явный раунд Подар Причем Походу Дело Весьма-весьма Быстрый Там парни Прожим Пелоса Как дела Спрашивают У Келли Там отвечают Отлично Да вообще Супер Спасибо за 600 Баксов палаца но не получилось это сделать сейчас интересно и уже бы закупок 2 в.п. практикую сейчас было возможно 7 3 кило маким не попадает такой момент был хороший для нее но вы здесь не хватило реакции на чуть-чуть то не хватило на наш не снайпер команда как бы здравствуйте тут заготовочки подъехали подсадка на шарте ну кстати она должна сейчас заролять есть а вот и сыграл подсадка на шарте хэдсу открывает счет на этой в этом раунде ну и вот уже показали два вопе теперь надо милениму подумать как бы грамотно против этих двух снайперских винтовок и отыграть помог бы какой-то очень близкий контактный выход с плотным раскидом но при этом дэмэджа влетает очень и очень много сейчас подсадка ответная ну что там лкс пропускает все-таки отбрасывая себе моменталку еще одна металка готовится ну и на приемке есть явные проблемы кейс не справляется тоже но работают снайперы делают все минусы просто на вопе квадрокилл от хеджи один минус от ким ну и как бы кроме снайперов никто не убивал работала татьяма с двумя в поиск сейчас в раунде за защиту смогли расставлять да там ким вначале ошиблась немножко не дала по на фраг но потом хенджи сказала вот смотри я сейчас покажу а ты подключайся в принципе так и получилось в итоге пять фрагов за снайперами команды lgb 12 раунд в их пользу и тут уже противостояние снайпера будет юми появляется выпадал юми есть еще один девайс незаку при этом весьма мало денег остается у атаки если быть точным то не остается его вообще в принципе да их не остается сейчас и очень важно для них раунд юми выпадает юми не находят никого очень тайминг заметил должны были видеть друг друга да вот сейчас точный будет чек прилетает смог снайпера ну и понятное дело что будут сплитовать а плент вопрос только в приемке отбрасываю сразу готовится врываться хорошая хаешка прилетает но кла хороший минус по ким делает также которая успела сделать предварительно один килл хеджи кстати ну не совсем залетела не смогла ставить смогла вот клаус могла забрать забирает она хеджи с жанглом эти и рэн хорошая точка коварная но лкс на неспешном выпаде все равно делает этот минус вот ревна ситуация есть информация игроки в спину тут бы раскидки получше но по ходу дела нет юми уже находит мэти и теперь только лкс 12 пытается еще как-то бороться на времени у нее все меньше ну и не должны туда давать дефюзить конечно фейк тут до снайпера подрезать но по ходу дела не дадут последний минус от кла квадрокилл 10-12 а там у lgb то денег нету а вот и вот и временная ничья скоро подъедет возможно качелечки то возвращаются с переходим на мираж который ну скоро не закончится уж точно да тот не поспорю шака раунд в исполнении команды lgb смогут ли они реализовать его как-то по максимуму взять хита фраги но вот они делают фаст выход или нет не фаст выход это просто поджим сейчас я мы втроем открываются попытка аркаде тиране понимает и рэн прошу прощения пытаются отходить назад чтобы не отдать кавашек и кстати бомбы сейчас могут игроки дефенса найти но и рэн берет инициативу свои руки избирает первую стреляют по второй но уже не попадает но в целом идея с аркадой провалилась ну что бомба поднимается принципе ничего хорошего для уже пока не было поверят ли чтобы этот аунди потому что они в меньшинстве а уже но максимум это какой-то фраг одинокий где-то под загулявшего игрока посмотрим ну и готовят выход в бессе сейчас кстати ошибаются миллениум там шарта они это в окне толокня но все равно проблем быть не должно сейчас вот lgb несмотря на то что у них два игрока дефенса все равно максимум один минус не думаю что такое раунд им по зубам хотя точки весьма интересные стоит отметить позиции выбрали правда весьма неординарная опс игра в кошки-мышки ну и смотрим первый есть ну и последний по ходу дела в этом раунде хеджи хейс остаются вдвоем тут даже не так на выбивание как на отстрел хоть каких-то одиноких загулявших девайсов конечно одиннадцатый для миллениум и разрыв всего-то в один раунд ладно поехали будет ли ничья сейчас по деньгам но плюс минус все более-менее нормально уже lgb можно взять там закуп с фамасиками с по 90 вот так вот решает играть сейчас ким ну а там ap4 а к 43 к 47 кольт и неплохой раскид с арморами в принципе равносильные закупы только не хватает снайпера дефенса очень сильно сейчас попытка отражива виду которая читается но несмотря на это сквозь дым lgb делает первый минус а дальше пошли уже размены ой проблемки вроде и все началось хорошо но заканчивается как всегда сейчас у lgb и в итоге равный размен по хаус-поинтам и вот теперь только митсу не отпустила 4 в 3 большинстве остается атака ким готовится аркадий делает этот минус да вот и реализация по 90 в руках кима если уже а к 47 и вот сейчас уже шансы более хорошие у lgb потому что хаус-бар у кэли очень очень плохо тут мы эти еще чекаться что-то реакция у мэти тоже плохо но этом есть еще к с которой не промахивает смотрелки делает первый минус 2 тоже может забрать но патроны предательстве заканчиваются пытается мансовать но митсу все-таки отдается вся надежда на мэти у него хорошая точка и тут просто не ждут скорее всего если она не палилась вы давайте смотреть ошибка очень грубо отыграла здесь мэти в итоге дарует реальный шанс на взятие 12-го раунда для миллениум ким без китов в соло против 2 там хорошая раскидка ну как бы могут куда бы мало хитпоинтсов я так скажу бомба стоит очень хорошо сейчас ким понимая это идет сама воевать делает этот минус а вот тебе клатч вот ты клатч подъехал ким 12 отыграла 21 на 12 его личная статистика блистает на карте мираж наряду вместе с лкс мгм да в 17 еще есть о митсу фраг лидера команда миллениум в принципе все неплохо все равно сильно все достаточно бодренько происходит ну и потихонечку неумолимо карта мираж идет концу lgb находится все еще в преимуществе по очкам ну и не если берут этот раунд в принципе они уже и на матчпоинты так выходят в принципе да там не будет денег у миллениум на закуп но пока говорить об этом рано все-таки готовится хороший выход через пелос начинают уже раскидку вы давайте смотреть за прием каким по стрельбе не очень летит делает немного работы только юми дамажит но так или иначе плент уже придется отпускать да то нормально скидывали сейчас таким бомбами а ешка флэша еще одна флэша ящик это нормально просто багдадище какое-то таким тонут этот ящик бедный уже просто не знает куда ему деваться вот он на пуль накидали гранат накидали ну тут просто столько раскидан на одну ким улетает и не понимаю зачем если честно ну и начинается уже попытка ритейка также быстро это попытка ритейка закончилась что-то как-то я клип ну вижу что врага щелкнул пальцами хлоп все мертвы просто клип ну все но двенадцатый раунд для миллениум миллениум говорят мы не сдаемся мы умеем играть мы будем дальше играть и там эко фулл эко от lgb так вот а вот это повороте lgb делают волевуху вот как вас зачем решающая ситуация где хладнокровие только пыл и азарт прожим а тут аркада б плента девочки походу этот раунд уже не вот это провал полнейши да не очень не очень получилось но минус от клапа хейс занимает кухню без каких-либо проблем сейчас девочки мидсу тоже должна давать фраг по хэджу я сейчас бы слить экономику да на 14 раунд уже в итоге для команды и миллениум я вот можете у меня кирпичей покидать но я я знаю я вижу а там еще волевуха будет по ходу дела как бы уже нет смысла делать эко ну или будут все таки но непонятные в общем мувы предпринимают сейчас lgb которые им по факту стоит этого раунда но тоже с какими-то ответками но в целом раунд можно провалим если лкс не настреляет здесь около она этого не делает ну и зачем просто зачем но калаш есть умаете эх осталось придумать как в дефензе от одного девайса отыграть и все будет хорошо как брешь и стреляешь теперь они делают уже эко здорово армор 1 главное вовремя тайминги тайминги все решают тайминги а вот это интересно а вот это уже интересно lgb укрепляют точку b а именно туда собираются идти миллениум причем по ходу дела не полным числом ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй как бы миллениум сейчас раунд бы не пролетели ну давай смотреть просто ким в нечитаемой точке а точка не работает но при этом работают другие тиммейты наносят много дэмэджа но забрать пока никого не получается игроки дефенса бансуют келли должна сейчас сделать фраг да есть фраг от келли должна разворачиваться убивать еще кого-то келли последние против двух да ладно миллениум увы мои умницы вот вам и фраг вот вам и хэдшот как ты просил должна сделать секундное понимание такой пока но в итоге на размене lgb берут свой экономический но есть деньги у миллениум будет и на воп на воп походу не покупает а решает сыграть просто в 5 ок а 47 сейчас девушки есть есть арморы есть хороший раскид денег на это хватило и вот за этот раунд им нужно цепляться потому что если него берут на следующий раунд у lgb денег уже понятное дело не будет и там матч point за миллениум если сливают то все ггвп женский контур страйк что ты делаешь со мной ну в итоге дефолтный раунд под раскидку сейчас показывают позиции ближнего lgb принципе это раскидки их особо и не касается но вот стрельба делает намного больше ваким два минуса оформляет третью тоже набирает ким ну на пистолете уже ничего сделать не получается но при этом максимум который она должна была сделать она сделала она давать максимум и таки 23 сейчас остаются большинстве lgb большинстве защита и выпад в точку а в принципе но он он пресекся но не так сильно плента можно поставить но там один джангл один коннектор один сити но сложно будет конечно ну тут и бомбу поставить будет сложно потому что как бы еще бы раскидочку положить было бы четко но юми хранит до последнего вот смог на кт еще мог бы позволить установить пакет вместо этого летит молотов причем летит он в бомб керри юми погибает но это матч поинт по ходу дела до митсу 1 в 3 хотя мит составляет неплохо на фраг лидер сейчас команда то есть три секунды остается у меня просто не оставит возможности вытащить этот раунд пыталась выйти при файл 1 и 2 есть митсу ой-ой-ой-ой 1-1 25 секунд времени может отучить этот раунд увидел оппонентку митсу ну же нужен этот потрясный кваш раунд бомбу не подняла остается 15 секунд один на один митсу ну же кто кого все-таки перестреляют ставит пакет ставит хорошо под коннектор ну и смотрим вот это клач конечно сейчас в исполнении митсу может быть но нет матч-поинт для lgb 15-13 денег нету миллениум и я не знаю за что им сейчас цепляться если честно но бомбу поставили это была минимальная задача которая от них требовалась и в итоге за счет этого очень постный но бы они все-таки могут себе позволить сделать но при этом согласен шансов у них весьма весьма маловато что там обсуждали обсуждает не туда походу это вообще тим чат должен быть но отчат они общаются не в тим войс этим чате а почему бы и нет просто пишут первыми ломают все стереотипы сложно ладно выход от миллениум сейчас втроем в миддл один игру в четвером миддл а там андеграунда еще один одна митсу митсу делает опен фраг неплохо хороший старт сейчас на самом деле от коллектива миллениум агрессивно занимают миддл заставляют мэтья сместиться уже за коннектор ну и как бы дефенс выглядит весьма рассредоточено и делишно рассредоточено и могут позиционно где-то совершить ошибку ким агрессивно весьма жестко смотрит пелос но пока на нее никто открываться не собирается смотрим все тот же мид используется в первую очередь игроками атаки ну интересно что они сделают в итоге по ходу сплитанут оплент на идут коннектор ну вот уже небольшой экшен рэн получает немного дэмэджа ну и вот он тот самый какая ошибка там от мэти у меня пока лицо рука ким лкс пытаются хоть как-то размениваться остаются два в три пытаются хоть как-то навязать борьбу но тиммейты совершили слишком много ошибок вот и на позиционное преимущество миддл делает свой минус кейс остается одна против двух только что по идее увидел эту флешку но от этого ситуации у нее проще не стало но этот минус может стать ключевым есть теперь-то один-на-один времени еще много еще и молотов на руках кейс но на молотов летит не туда летит на свыше свою оппонентку что такое что творит мидсу но это должен был быть раунд для лгб да и вся катка но все-таки нет мидсу отличная реализация своей стрельбы там нет денег по моему витают допы на третьей карте в этом противостоянии это успех это успех по дорогому ты не назовешь но поехали форс на последние деньги которые только есть от lgb жалеть ничего не нужно это как будто последний раз вот пошла в магазин все просто все нужно купить все на что есть деньги и как будто завтра собираешься расстаться с парнем и сегодня одолжила его кредитку тоже кстати неплохой вариант но в я покупаю только 5-7 и p250 раскидку такси кредитка кредитка чё да вот поэтому и бросила наверное акцент на пути вот что интереснее именно туда идут миллениум и это реальный шанс затащить сейчас катку но если лучше бы еще раз возьмут свой форс ладно форс но это будет дичь они не ожидают сейчас француженки увидеть такой жести которая их тут ждет но пошел раскид сейчас в а точку и вот то есть первый контакт класс забирает хеджи ким тоже стреляется ким делает фраг по клану там уже и рэн подключается есть еще и лкс лкс тоже делает и плохой фаг но пока то правда митсу рыдой как происходит богиня гопер страйка делает потрясающие минусы юми в соло против двоих там пистолеты но позиционное преимущество явно за дефенсом lgb по ходу дела творят невозможно и берут очередной форс для себя за счет того что просто угадали вот это был ол им 5 а и это должно в итоге с работами видит первую здесь надо было отыграть поагрессивнее на у к с действует пытается действует наверняка и должен быть изи минус есть 14 16 14 побеждает сейчас lgb потрясающая раэль джи би респект на самом деле очень много красивых отыгрываний адресных угадываний я не знаю это женская интуиция какая-то последний он это было просто все нереального выводили на матчпоинт на овертайм овертайм это очень хорошая игра спасибо lgb поздравляем их с победой заслуженной ну интересно послушать наверное двоих умных людей которые займут наши места нам уже остается только попрощаться друзья до скорых встреч смотрите не только тир-1 counter strike поэтому аналитикам слова мы уже говорим вам пока да